Но даже если все эти этапы создания антикоррупционного суда и пройдут успешно, это еще не значит, что он сможет эффективно работать. Вот простой пример. НАБУ. Вдумайтесь, этому органу уже почти три года. В апреле будем отмечать очередной день рождения Бюро. И при этом ни одно громкое дело до сих пор не дошло до приговора. А фигуранты этих дел, одних просто отпускают, другие сами требуют, чтобы их судили поскорее, потому что абсолютно уверены в оправдательном приговоре. Павлина Василенко продолжит тему. В лучших традициях детективного жанра, во время спецопераций со стрельбой и погоней. На борту воздушных судов. Их задерживают с шумом и помпой, но потом все тихо спускают на судейских тормозах. Вот дальше хит и развиток этих справ. В марте 2016-го детективы НАБУ пришли с обыском к одесскому судье Алексею Бурану. На оперативном видео четко слышно, как силовики несколько раз представляются. Вы сотрудник антикрупционного бюро. Ты кто такой, Шумира? Но Буран и тогда, и во всех своих последующих показаниях, говорит, детективов не признал. Подозреваемого во взятке в полмиллиона гривен судью арестовывают лишь в Киеве, после того, как парламент дает на это добро. Почти два года Буран провел в СИЗО, но на днях суд освободил его из-под стражи под домашний арест. Судья Буран, он может защищаться с святками, это даже никто не проконтролирует. Он может влиять на святки. То есть, в результате суд для судей создает условия, когда он может попробовать развалить дело. Алексей Буран круглосуточно будет находиться здесь, в своем особняке на берегу моря в Одессе. Журналистам дверь не открывают, хотя хозяева, скорее всего, дома. Из трубы идет дым. В следующий раз порог дома Буран должен переступить 14 февраля. На этот день назначено заседание суда по его делу в Николаеве. Коллегия судей, которая отпустила Бурана под домашний арест, пообещала, рассмотрение дела ускорят. Мы ожидаем до конца березня вырок по этой справе. Два года справа не понимала, каким чином слухалась. И как только подозренный вышел из-под варты, уже признащено через день заседания. Если бы в таком режиме слухали раньше, может быть, эта справа уже была закончена. Еще одно долгоиграющее дело Романа Насирова. Год назад вся страна наблюдала за его больнично-судебными метарствами. Насирову инкриминировали злоупотребление служебным положением и двухмиллиардный ущерб государству. Но через две недели после задержания бывший главный фискал вышел из СИЗО под залог в 100 миллионов. Мы очень благодарны своей семье, что они как-то вырешили и нашли эту шаленую сумму очень быстро и полностью доказать абсолютную безвинность. Но быстро не получилось. Скоро год, как Роман Насиров сидит под домашним арестом, а суд идет. И конца ему пока не видно. Адвокаты настояли, чтобы прокуроры зачитали почти восемь сотен страниц обвинительного акта. Заседание признащается раз в месяц. Дуже такие элементарные подрахунки вказывают на то, что эта справа будет слушаться с руками. Затягивание судебного разбирательства давно известная уловка уходить от наказания. А параллельно с этим обвиняемые в коррупции даже свое материальное благосостояние улучшают. И через апелляционные суды добиваются уменьшения незалоговой суммы. Сумма уменьшается до тех, которые вообще не сопоставлены не то, что с завданной шкодой, а даже с теми грошами, которые эти люди официально декоруются. Фактически люди не поверяют ее деньги. Она платит минимальный несок и идет дальше гулять себе на горе. Залоги уменьшают, меру пресечения смягчают. Еще один пример гуманности украинской Фемиды – дело янтарных депутатов. Вчера суд снял электронный браслет с Максима Полякова, а сегодня уже из Борислава Розенблата. Уже прикосновенные, но не отправленные под арест депутаты и дальше ходят на работу в парламент. И негодуют, когда же суд? Вы помните гучные заявки про передачу в суд в липень, в вересень, в жовтень. Убежать из страны – еще один метод, как обойти правосудие. Оголошается на всю страну. Мы будем снимать недоторганность такой человек. Фактически запрошено. Бери текарь. Именно так все и было со столичным судей Николаем Чаусом, закатавшим в банке 150 тысяч долларов. Чтобы начать суд, судью Чауса нужно сперва привезти в Украину из Молдовы. Все необходимые документы для экстрадиции нам поданы нашим молдавским коллегам. После того, как подозренный Чаус будет достал в Украину, у меня не больше месяца, чтобы справиться для того, чтобы эта справа остановилась в суде. Но в последнее время, говорят эксперты, даже бежать никто не пытается. Крупной коррупционной рыбе украинские суды ни по чем. За два года работы НАБУ и САП уличили в коррупции более 300 человек. Но вот обвинительных приговоров – единицы. В Украине нужно створить антикоррупционный суд. Без остаточных решений по тем справам, которые на слуху, сенсу работы антикоррупционных органов просто не будет. То, что нужно было сделать в прошлом году, политики обещают закончить в этом. Вот только в повестку дня вносить законопроект они не торопятся.